Здравствуйте, дорогой Доржо, рада тебя видеть. Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала. Здравствуйте, дорогие зрители. Доржо, я хотела бы с тобой сегодня поговорить о теме, которые также имеют непосредственное отношение к нашей идентичности. И эту тему мы еще ни разу не затрагивали. Вернее, ты затрагивал в своих стримах, но я бы хотела, чтобы мы посвятили один выпуск отдельно этому, о буддизме в Республике Бурятия. Хорошо. Я тебя спрашиваю, да, хотела бы задавать тебе вопросы в качестве востоковеда, потому что это непосредственно твое образование, правильно? Да, да. Несомненно. Ну, я не только востоковед, конечно, я еще и практикующий буддист. А, ну вот тем более. Да, мы будем с тобой, да, общаться я буду в качестве чайника, поскольку я и не верующий, и не востоковед, и не историк. Но в этом плане, знаешь, буддисты тебе ответят всегда, что буддизм не религия. И несомненно, хотя я скажу тебе, буддизм и религия, и в то же время буддизм не религия. Потому что надо подразделять, ну, если с точки зрения обывателя, обычного, ну, обычного жителя Бурятии, да, буддизм, несомненно, является религией. Такой же, как там православие, там еще и там ислам, старобрячество. Но с доктринальной точки зрения буддизм, несомненно, не является религия, а это скорее, и даже не философское учение, нет, даже не философское учение, это скорее, наверное, позиция взгляда на жизнь, вот так. Да, и именно с этой точки зрения я действительно ощущаю, что это вот такая позиция, наше буддизское такое мировоззрение, оно на меня, естественно, оказало значение, несмотря на то, что я не являюсь верующим человеком и особо не ходила никогда в Досарный, кроме как просто сходить, хорошо провести время в красивом месте, умиротворяющем и таком родном. Но то, что это на нас и на наш характер оказало огромное значение, это в этом сомнение нет. Так вот. Да, сомненно. Да. Ну, давай начнем тогда с самого главного, с того, что, к сожалению, сейчас официальная наша Сангха поддерживает войну, полностью слилась с этим путинистским режимом. И да, можно сказать, да, подстрекает наших людей на эту войну и отправляет наших сыновей, как говорится, погибать в этой мясорубке. Вот как мы дошли до такой жизни? Ну, это историческое следствие. Это, несомненно, наследие Советского Союза. Да и не то, чтобы даже Советского Союза, это наследие еще и царского режима. Потому что институт церкви, так называемой церкви, да, буддийского духовенства в Бурятии, несомненно, сложился во время царизма. И еще в царское время институт Хамбалам – это административная должность. Это нисколько нерелигиозная должность в плане того, что иерарх бурятского буддизма в мировом буддизме, да, на самом деле он никакой такой должности не имеет. Ну, если взять иерархию, да, если мы говорим о каком-то институциональном буддизме, то он, ну, никакого функционала там нету. Это сугубо следствие того, что Бурятия и Калмыкия, и Тыва, они оказались в составе Российской империи, и они должны были сформировать некоторый институт для того, чтобы проводить государственную политику. По сути-то, ну, как бы, если ты взглянешь на тот же буддизм в том же Тибете, ну, на самом деле все буддийские монастыри, храмы – это автономные учреждения. Они не зависят друг от друга. Хотя по аналогии, конечно же, поздний, допустим, 17-18-19 век буддизм в Тибете, и я имею в виду институт Далай-Лам, это тоже, конечно, стал административный институт, институт управления, да, государственный. Ну, нисходя от китайского императора, тибетской теократии, в общем, она сотрудничала. И в этом плане это административная должность. И то, что в России, то, что было с буддизмом, да, несомненно, буддистская церковь хотела выжить, она пыталась защитить свои какие-то права, поэтому она начала сотрудничество сначала с царской властью, потом пережив коммунистические гонения, и в 46-м году восстановив, так скажем, воссоздав центральное духовное управление буддистов Советского Союза, по сути, это являлось, хотя сами Хамбуланы не были агентами, так скажем, охранки, да, но она была в те годы, все равно была наводнена, ну, не то чтобы стукачами, я не знаю, в те 50-е, 60-е, 70-е годы, я не знаю, что какие-то ламы были стукачами, но, несомненно, надзирающие за ними были, да. А уже настоящее наше, 21 век, то, что произошло вообще, это суперсращивание. Это, конечно же, из-за того, что у нас Хамбуламу такой, ну, мы знаем фигуру нашего Хамбуламу, Дамбай Ушеева, которого я в детстве немножко знал, встречался, ну, я еще, будь ребенка, конечно, увидел, он даже про меня, ну, как бы, он знаком, был знаком с моим отцом, с моим старшим братом знаком, поэтому, в принципе, он меня знает, да, но, тем не менее, это меня нисколько не воздержит от здравой критики, а то, что делает, к сожалению, Хамбуламу, это вредит как буддийскому институту, его репутации и вообще бурятскому народу, и не только бурятскому, но и тувинскому, и калмыцкому, хотя у калмыков там сейчас свой, саджан-лама, у тувинцев тоже свой, хамбулама, ну, в любом случае, представителем именно всего буддизма, да, традиционно во всей российской империи, именно империи, является именно глава бурятской церкви буддийской. Да, ну, то есть, с одной стороны, да, вот исторически вот такие неблагоприятные сложились предпосылки, но вот и роли личности, как ты вот сейчас говорила, ее никто не отменял, потому что, насколько я помню, глава калмыцкой, значит, санхи, как она там называется? Церкви, да. Да, ведь он себя повел, как лидер своего народа, как нравственный какой-то ориентир. Он высказался против войны, его объявили инагентом, ему пришлось ехать, и, то есть, он как бы в соответствии с буддийскими ценностями себя повел. Тут надо еще различать, тем является наш хамбалама, хамбайушерик, хамбайушерик, и шаченлама, тэлотулку, да. Дело в том, что тэлотулку калмыцкий, он же на самом деле является настоящим признанным буддийским святым, реинкарнацией буддийского святого тэлопы, то есть, и вот эта ситуация, когда вот это все произошло, он действительно себя проявил как настоящий буддийский последователь, ну да, последователь буддизма, истинный, да, что Далай-лама, который назначил его, именно Далай-лама его назначил, ведь главой калмыцких буддистов, он не прогадал. Ну, и понятно, что шаченлама вырос, тэлотулку вырос в амитике, да, он, вот здесь у него по-другому немножко, а, к сожалению, наш Дамбайушерик, при всем моем уважении к нему как человеку. Я вас совершенно не разделяю от своего уважения, именно как человека, да. Нет, но я обычно ко всем людям отношусь, ну, так сказать, к презумпции невиновности, да. Понятно, но уважение заслужить еще нужно. Да, заслужить это действительно необходимо, но я просто как к человеку. Любому человеку априори я отношусь нормально. У меня нет пиетета перед человеком, спину перед ним гнуть не буду, да, ну, поэтому я зря камнями и прочими субстанциями я не раскидываюсь никогда. Но, к сожалению, у нашего хамбу-ламы не достает образование. Ну, вот так прямо скажем, это же человек без нормального образования. То есть факультет физкультуры, да, у меня там. Это физрук. Это физрук. Еще, кажется, водитель, но больше физрук. И доверять такому человеку целый буддийский институт религиозный, это вообще, ну, это говорит об вырождении. Вот почему я сказал, что в советское время, хотя институт буддийской церкви был почти, ну, под контролем, подманипулировался государством, да, но все-таки сохранялись старые ламы, которые, а те хамбу-ламы, которые были у нас в советское время, это были все еще дореволюционные люди, дореволюционные люди. Либо были, ну, были, ну, как бы еще были, стали последователями буддизма еще в 30-е, 20-е годы, да, вот таким один из последователей. Ой, извините, какие-то помехи одним из последователей? Из последних, из последних, из последних хамбу-лам, мун-каламу-гэ, да, он все-таки вот в 30-е годы был еще молодой человек, ну, то есть начал учиться буддизму еще тогда, пристал их ламы, и они все были старые ламы, что Иртнеев, уже фамилии забываю, к сожалению, вот, и эти хамбу-ламы, они были действительно подвижниками буддизма, настоящими буддистскими ламами, и их выбирали в качестве хамбу-ламы, это нормально, они пытались как раз-таки выжить, выжить, я имею в виду, разрулить так ситуацию, чтобы выгорбить... Чтобы не уничтожили, да, вообще все дацаны и все хламы, да. Но, вернее, все дацаны были уничтожены. Да, но дело продолжилось. Да, дело продолжилось, и Волгинский дацан был восстановлен, построен в начале, началось в 46-м году, и вот поэтому они пытались как-то выгорбить буддистскую церковь, видя влияние КГБ, КПСС и так далее, да. А вот то, что сейчас происходит, это сращивать, то есть это добровольное сращивание со стороны нашего хамбу-ламы, собственно из-за его, вот эту себе целоманную... Да, 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 роль личности, да, в истории. Да, роль личности. Если даже взять Далай-Ламу нашего, да, тибетского, это же тоже как бы, это лично он такой человек, такая личность, что он сделал буддизм, да, таким мировым... Известным, да. Да, известным, и вот мы знаем его историю из этого фильма там с Брэдом Питтом, да, что он с детства был очень любознательным, открытым, в том числе и к западным. Тут и поверишь, тут и поверишь, что это святой человек. Да, 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 да. И вот для меня как будто бы есть разные буддизмы, вот я читаю Далай-Ламу, да, я хоть не верный человек, но я вдохновляюсь всеми его высказываниями, я вот фолловлю его в этом фейсбуке, читаю каждый день какие-то его цитаты, и то есть это вот для меня то, что вот является настоящим буддизмом, который должен вдохновлять людей, облагораживать и так далее, да, объяснять какие-то вещи, просвещать. И вот наш буддизм в Брэдии, я вообще как бы не понимаю, о чем они, что они там делают, кроме того, что им можно пойти заказать, там заплатить денежки, заказать там молебны, там за здравие, кто-то умер там, пойти сделать эту церемонию. Что, о чем вообще? Какое просвещение они несут, что они делают для объяснения, для того, чтобы передать эти учения людям, да, то есть я вижу только расцвет, вот расцвет какого-то вот, ну все эти лампадки понасталят по домам, да, штуканчики там эти ставят, ходят, барабанчики крутят, да, а в голове, в душе ничего как бы не происходит. Где как бы это буддистское просвещение? Понимаешь, сейчас то, что там происходит, это на уровне примитивных верований, примитивных племен, что-то вроде анимизма. Какие-то предрассудки, да, возрождаются. Вот именно, суеверие. Что-то такое вообще антидуховное, действительно. Это суеверие. Да, но даже, ведь он же не является, у нас как бы же не только одна школа буддистского, у нас же их несколько. Ну, в Мурятии официально. Нет, вот в буддизме на самом деле очень много школ, традиций, направлений. В первую очередь, буддизм подразделяется на две ветви. Это Хинаяна и Махаяна. Это даже я, да, помню, с университета. Да, в свою очередь, Махаяна подразделяется уже на просто махаянские школы, те же там китайские дзен, чань, то, что в Японии дзеном называют, там еще другие школы, там, может, школа Мотос. Ладно, я уже... Нет, но ты мне расскажи именно вот у нас в Бурятии, у нас же там есть Тацан какой-то, там еще на Лос-Игоре как бы-то независимый, да, что-то такое. Да, ну, как я это сказал, да, и есть 4 основных тибетских школы. Вот у нас в Бурятии традиционно распространена тибетская версия буддизма, в свою очередь тибетская версия буддизма 4 основных школы, старая школа и 3 молодых новых школ, школы новых переводов, так называемых, да, но в свою очередь эти школы подразделяются еще на множество школ, очень много, в первую очередь, допустим, это школы Кагью, их там очень много, там, и Карма Кагью, ну, Карма Кинцев у нас очень много в Бурятии, вообще в России. Это же эти, которые чувак такой высый, этот какой-то, этот скандинавт какой-то, да, у них учитель, вот-вот, всех там обнимают, целуют там на всей фотографии. Ну, в общем, нормальные ребята, это подразделы. У них очень живая такая, да, живое такое учение, да. Вот, Карма Кагью, есть школа Сакья, школа Гилук, то, что у нас в Бурятии, и Далай-Лама, это школа Гилук. Хотя Далай-Лама, я очень многих удивлю, сейчас скажу, Далай-Лама не является головой школы Гилук. Вот то, что у нас называют желтошапочная школа, если ты обратишь внимание, ламы в желтых, в желтых. И многие думают, что Далай-Лама это глава школы Гилук. Нет, Далай-Лама не является главой школы Гилук. Вот. А кто является? Это должность выборная. Она сейчас, конечно, в Индии, там, где Дарма Сала, но теоретически глава школы, настоятель монастыря Ганден в Тибете, ну, который сейчас эмигрировали в Индии, и держатель, ну, как бы называть держатель трона, ну, то есть настоятель главный, то есть это главный монастырь школы Гилук, Ганден, и вот глава этой школы, ну, в смысле этого монастыря, Ганден Трипа, он является главой школы Гилука, он номинально выше Далай-Ламы, но Далай-Лама, но кто об этом знает, мало кто знает, но Далай-Лама был назначен самым главным третьим Алтынханом, ой, вернее, Алтынханом, нашим монгольским Алтынханом, это как раз был третий Далай-Лам, вот я немножко оговорился, третий Алтынхан, нет, Алтынхан назначил третьего Далай-Лама, по линии перерождения третьего, он назначил, сказал, ну, ты будешь теперь самым главным в Тибете, ну, потому что пришли монголы и сказали, ага, ну, вернее, мы давно уже туда пришли, мы когда-то еще времена Чингисхана, ну, не Чингисхана, его детей, внуков, пришли, ну, в нашу монгольскую империю, пришла в Тибет, ну, как же, повсюду, когда мы пришли, и в тот момент в Тибете не было единого управления, то есть не было такого главного царя, там у них там много, много столетий было то, что называется феодальная раздробленность, и глава школы Сакья, в тот момент, Сакья-Кандита, он направил своего эмиссара монгольскому принцу Гадынхану, ну, такой имен, Гадынхан, ну, это был принц, это даже не хан, да, звали Гадынхан, и он направил, а это был, насколько я помню, это был брат Хобилая, в общем, ну, они так задружили, Гадынхан, окей, ты такой, ну, это даже, понимаешь, это даже не верховный хан монгольской империи, а просто принц из дома, Чингизида, а он получил от Сакья-Кандиты там, буддийские наставления и подарил ему Тибет в ответ, подарил Тибет в ответ. Как интересно, да. Ну, то есть, он сказал, вот теперь ты, Сакья-Кандита, будешь главным над Тибетом, вот я Гадынхан, я тебя назначаю, но потом уже после Сакья-Кандиты его племянник, Пагвалама, он приехал ко двору Хобилая, уже хогнул императора и стал наставником Хобилай-хана, да, кстати, параллельно в тот же момент второй Кармапа, то есть, ну, один из глав Тибетского буддизма, тоже Кармапа, второй, он приехал в то, что у нас называют Каркарун, да, в Марголе, да, и стал наставником Арикбухи и Мунгкэхана, Мунгкэхана, и получил титул Бакша, и поэтому всего современной тибетской традиции они называют второго Кармапа Кармапа-Пакши, ну, на самом деле, Бакша-учитель, и потом его уже, ну, там, уже в Монголии была своя борьба, ты знаешь, и Кобилай-хан победил, и Кармапа-Пакши переехал ко двору Билая, тоже там жил, и даже у Марка Пола, ну, так бы, в описании Марка Пола он присутствует, что вот такой человек, его зовут Кармапа, он там, в общем, живет при дворе и проповедует, вот, но в тот момент монголы приняли вот эту традицию Сакья, не то, чтобы все монголы приняли, но правящий дом, так скажем, династии, почему, потому что для легитимизации любая монархия такая или власть, да, она стремится сблизиться с цепью, ну, потому что, ну, чего мы тут, да, это нас Бог там назначил, или там небо назначило, и они... Белая тара там, чего-то там. Нет, это поздний стойм, это поздний стойм. А, окей, я все смешиваю. Да, вот, и, ну, понятно, что для легитимизации, для того, чтобы в глазах населения, ну, быть легитимными, наши монгольские единости, ну, тем более, что кем были монголы на тот период? Ну, я не скажу язычники, да, но поклонялись вечно синему небу. Анимализм или как это называть? Это тяжело, это не совсем анимизм и не анимализм, да, это такое, знаешь, смешанное, потому что вообще вот этот культ кухам-муха-тенгри, он ведь неоднозначный, он не совсем является шаманизмом в прямом смысле, да, потому что он больше такой, больше как единобожие, но это наследие некоторых каких-то поверий, которые были еще в раннем средневековье, даже в древнем мире, ну, так скажем, где-то на стыке тысячелетий, то есть еще... Ну да, у нас же нету этих отдельных богов того сила. Да, да. Вечно синее небо. Вечно синее небо. Но это все равно не выражен, потому что основная масса населения, оно все-таки шаманисты, основная масса населения. Да, но над ним какой-то культ вечного синего неба присутствует, который так ровно разлит, но его как-то ты не пришьешь никуда. А все остальные государства, империи, короли, там, они там какая-то церковь, есть какой-то институт, ну, сама понимаешь, христианство, там, ислам, да. Ну, понятно, что монголы не хотели ни к исламу, ни к щечку, тем более ни к каким-то китайским воззрением. Им была нужна своя какая-то независимая церковь и в то же время ну, как бы такая церковь. Они выбрали буддизм. Это был оптимальный выбор для центральной династии. Вот. Они выбрали тогда буддизм и в то же время они выбрали именно традицию сакхи, потому что, ну, эти представители школы сакхи были более шустрыми, они так быстро-быстро-быстро наладили отношения. Вот, видишь, и так вот центральная династия долгое время была в традиции сакхи. Потом она, кстати, она поменялась, она стала кагью. Долгое время была тоже кагью. Последние император из династии Юань, нормальный, ну, такой большой Юань, великый Юань, это Тогон Тимурхан, при котором пала великая юаньская династия во время восстания в Китае этих красных, кажется, повязок. И, в общем, он был как раз последователем школы кармака. И последний всемонгольский хан Лигденхан, который умер в 1644 году, если мне не изменяет память, он тоже был последователем кармака. И в тот же момент... Так, у меня умерет вы себя зарадуете. Я про историю буддизма среди монголов могу. Можешь это рассказывать. Интересно так развивалась непростая история, как мы именно к этому буддизму пришли. Да, но я, наверное, больше хотел бы поговорить о самой буддистской практике. Да, я тоже хотел предложить тебе говорить именно об этом. Историю буддизма я могу бесконечно долго рассказывать. Это моя университетская, так скажем, специализация. Тема, да. Да, очень много. Но гораздо важнее именно практика и что это для нас должно означать. Да. Но вот в первую очередь надо сказать, что все-таки буддизм это мировоззренческая вещь. Это не ритуалы, это не вот эти обряды, да. Они к буддизму мало отношения имеют. они они были адаптированы в массе из того же тибетского верования Бон. Есть такая религия. Ну, она развивалась, конечно же. Это вот, ты имеешь в виду это вот печеньки там, кормить башков печеньками, вот это все? Да, вообще все. Внешне обрядовая сторона. Если ты зайдешь в Датсан и там вот эти подношения болинов, эти торма, то, что называется, да, это в основной массе оно адаптировано из древней длигии Бон кибетской. Но оно, конечно же, имело всегда некоторые параллели с нашим шаманизмом. Но он был уже более развит, потому что реформация, так скажем, Бона началась намного раньше, потому что он с буддизмом прикоснулся намного раньше, практически на тысячу лет. Не совсем на тысячу, но намного столетий раньше. Поэтому буддизм в Тибете уже поднабрался от Бона, бонцы отнабрались от буддистов. И то, что у нас есть, несомненно, я не говорю, что надо совсем это откинуть, отрезать, нет. Но понимать символизм, да, что это не в этом смысл здесь всего. Не в этом символ, да, внутреннее содержание буддистской практики. И в первую очередь, вот, когда мы говорим о буддизме, о буддизме времен Будды, шахимуни, когда тому, чему сам Будда учил, то это буддизм, это этическое учение, этика моральная. Да. Потому что Будда учил этики и морально. Он не учил каким-то действительно фантастическим вещам, там, полетели, там, не знаю, прескоп и и так далее. Он учил этическим вещам. И, собственно, если почитать сутры Будды, да, и исключить из них там, вот, много мифологических сюжетов в сутрах, но Будда их применял именно как метод. Почему? Потому что это была индийская культура, индийский, метод их понимания. И он, например, он говорил, вот смотрите, возьмем такой-то мифический сюжет. И вот мы имеем то-то, 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 да. И как это влияет на наше поведение, какие последствия от этого будут. Это этическое нарастное учение. Это вся Библия тоже на притчах. Да, применение культурного кода. Я не думаю, что Будда верил что есть карасумеру, она огромная и так далее. Нет, это просто индийский метод мировоззрения того периода. Да, и как еще объяснять безграмотным массам населения какие-то вещи. Так вот, действительно, суть буддизма это же не навреди, это сострадание. Так скажем, возьмем подход хинаяна. Хинаяна говорит не навреди. ты живешь в обществе, то ты не навреди. То есть живи так, чтобы ты не создавал проблем другим. А подход махаяны, то есть это развитие учения Будды, да, Будда первоначально учил хинаянистическому буддизму. Потом вторая проповедь, ну, второй поворот учения он уже учил методом махаяны. Махаяна это метод сочувствия, сострадания. То есть развитие ты сначала не вредишь, а потом ты помогаешь. То есть ты живешь в обществе, видишь какие-то проблемы, ты пытаешься помочь людям. Сочувствие, сорадость. И вот как у этих наших, не знаю, не буду говорить слово, которые хотел использовать, как у них вот это сочетается с убийствами детей там в Украине, мирного населения и так далее. Это никак не сочетается. Это полностью противоречит тому, чему учил Будда. Если бы Будда узнал, что какие-то люди в рясах будут призывать к убийству людей, отправлять людей на фронт и в порыве ненависти к чужой нации. Ненависти, мести и всех вот этих чувств, от которых мы должны быть мы должны уйти в этот самый быть отрешенными. Еще одна главная идея Буддизма отрешения от этих всех низменных страстей, насколько я понимаю. Буддизм вообще на самом деле так таковое сопротивление не отрицает. Даже вооруженное сопротивление. Очищающий огонь божества тоже есть гнев и так далее. Это больше работа с эмоциями. То, что мы имеем. Я еще могу объяснить отдельно, что значит гнев это тоже интересно. Вот. Сам по себе Буддизм, когда мы говорим об отношении к войне, он не отрицает оборонительную войну. Допустим, есть Батхичарь Аватара и там один из эпизодов это Шантидева где-то буддийский философ где-то девятого нет-нет где-то седьмой-восьмой век наверное. Еще там в Индии в Наландии и один из моментов где он рассуждает его кто-то вопрошает и что делать если брак напал он говорит конечно шахи оборонять. Понятно обороняться но из сострадания чтобы к тебе не пришли сюда ты не нападаешь на других ты не развиваешь агрессивную войну если тебе пришли в дом ты обороняешься ты вынужден то что там наши эти ламы они поддерживают агрессивность благословляют на войну агрессивную нападение на чужую страну у меня даже слов нет заметим что у нас еще такое есть поветрие что люди говорят что буддизм нас ослабит ну вот допустим в Монголии так говорят или говорят вот мы буряты стали буддистами да я даже иногда так думаю хорошо ли что мы у нас такой вот принимать все немножко пассивный взгляд на жизнь это не совсем правильно это не так буддизм не отрицает чтобы мы были сильным государством или свободолюбивой нацией но в данный момент допустим то что делает Далай-Лама ненасильственное сопротивление и так далее а буддизм Далай-Лама ты хотел да 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 Далай-Лама он говорит смотрите на обстоятельства если вы сейчас поднимете вооруженные митяши в том же Тибите будет ли у вас успех сможете ли поэтому лучший метод на данный момент для нас сопротивляться это ненасильственные ахимцы то что Далай-Лама ненасильственная и так он вышел в мир и рассказал о тибетской проблеме нашел сочувствие это тоже метод борьбы это не означает что мы пассивно сидим и позволяем нас бить в средние века буддийские государства очень даже воинственно воинственно сражались друг с другом часто и Таиланд и Камбоджа и Монголия и Китай все эти были буддийские государства они между собой очень даже сражались и как-то ничего но хотя их войны никогда не были на религиозной основе но в то же время допустим нам касаемо нас говорят вот буддизм сделал нас слабыми возможно со школой Гилук что-то такое могло быть но не совсем потому что допустим последний всплеск монгольской экспансиональной вот этой политики такой линии это было при джунгарском ханстве очень даже буддийское государство вплоть до того что создатель джунгарского ханства Галдан Бушухту это был ученик пятого Далай-Ламы вообще-то и он считался буддийским воплощением перерожденцем но силу обстоятельств он оставил монашество одел шлем доспехи и пошел воевать защищать родину от китайского отношения так что ничего буддизм на слабом не сделал возможно на позднем этапе когда эти ну общие паукции пережили да и можно сказать что в чем-то ну это сам Тибет тоже от этого пострадал что когда слишком сильно вот это засилие административного буддизма именно административного буддизма вот он действительно мог нанести вред а сам по себе буддизм других школ традиций даже та же самая Гилупа когда она у джунгаров была она ничего не ослабляла они даже очень даже воинственные если если почитать как считали джунгары наши братья айраты так они когда в бой шли они говорили так мы не боимся идти в бой почему потому что мы даже если сложим голову мы переродимся и снова в бой пойдем ну они так что вот эти ошибочные так скажем воззрения что буддизм нас делал слабыми это не так то есть в каком-то смысле наоборот надо возрождать но вот истинный буддизм избавить его от всей этой коммерции коммерческий буддизм стал да у нас все такие ламы сытые значит на машинах там и вот тут надо я не буду толстенькие ламы толстенькие ламы вообще-то будда когда когда будда достигал просветления стал буддой да он шесть лет аскезой занимался и чуть голоду не умер и это еще до того как он в середине путь да это еще искал да а вот смотри монашеская ряса буддийская оранжевая желтая у нас уже красная она стала но на самом деле она должна быть более оранжевая я одну странную вещь скажу но на самом деле это саван дело в том что когда будда покинул свой царский дворец а он уже был царевичем и он как бы отказался от своей мирской жизни он встретил нищего и отдал ему свои царские одеяния а у этого нищего был только саван потому что он был настолько нищий что он не мог себе позволить одежду и он одет был в саван и он поменялся он взял у него саван это Будда наша вельховна так скажем а я смотрю на наших ламп я конечно не призываю их саван носить но они у нас там такие толстенькие все такие упитанные на машинах дорогих разъезжают в парче шелках как-то с буддизмом нет я конечно не призываю нормальные одевайте нормальные буддийские одежды поскромнее не на дорогих машинах так скажем а то как-то не соответствуют астетическим практикам ну да они же там вообще уже официальные прескуранты у них на все это когда такое было всегда было что бедный человек приходит он ничего не дает а богатый сколько хочет дать кто сколько может сколько хочет подносит а тут прямо у них прескурант вообще это там столько стоит или столько но я не знаю это мне кажется согласно положениям винаи буддийских обетов монашеских монах вообще не имеет права прикасаться к деньгам руками даже так да даже так вернее начнем с того что наши так называемые ламы вовсе не ламы это мы их называем ламами но я их всегда говорю в кавычках ламы но лама это учитель означает но это не совсем релевантное слово они должны быть монахами но что значит монах в буддийском понимании монах это человек который взял на себя 256 обетов винае то есть безбрачие не пить не курить и так далее и так далее 256 обетов очень строгих один из обетов это вообще не прикасаться к деньгам но понятно что в современном мире с этим немножко сложновато и допустим я встречал кировадинского монаха который придерживается всех по тибетски и у нас в Бурятии их называют гелонги гелонг гелын по русски гелонг в русской озвучке по бурятски гелын и вот это вот это у человека вот это есть классический монах все что ниже гелонга это не монахи это так фанаты вот только их монахами можно и вот я ему как-то дал по отношению этому монаху а он сказал я не имею права к руками прикасаться он достал специальную бумажку ну не бумажку ткань я должен был туда положить и он так как-то аккуратно ну то есть это он так понятно что можно одеть да что-то такое но имеется смысл в чем что это это напоминает тебе что это все земное в общем да нестяжательство нестяжательство понятно что в современном мире этот монах не может жить тем более что я его где его встретил да он как ну в смысле он прилетел он же не может жить без денег в современном мире да это понятно что он у себя в Таиланде там где-то в монастыре там сидит утром ходят кстати они кушать должны только один раз в день до обеда они берут чашу патру если вы посмотрите на изображение Будды у Будды в руке такая чаша вот это чаша для подаяния и он с такой чашей монах выходит утром собирает подаяния и он ест только это до обеда после обеда он уже не кушает так до следующего дня это вот эта трапеза монаха и вот все что ниже это не монахи то что допустим вот у нашей так называемой опять же в кавычках ламы ходят монашеские одеяния вот это все вот у меня наверное обедов больше ну учитывая то что я много раз получал буддийские посвящения брау ну всякие обеды бодхисаттвы и так далее и так далее но есть базовых 10 обедов ну то что во всех религиях не уби не укради не соври и так далее этих 10 обедов и вот это называется генин по-бурятски генин так вот все наши монахи ламы ламы в кавычках ламы в бурятии вот это есть генины они взяли только 10 обедов так я тоже их взял но я же это в принципе почти каждый буддист это каждый буддист следующий уровень да следующий уровень посвященности это гицулы гицул он возлагает на себя 21 обед вот он уже не может жениться там и так далее но он тоже не считается совсем монахом вот этим гелонгом да гелонг он просто гицул он вот как раз который подготовку идет обычно гицулами бывают до 21 года потому что в 21 год ну гицул принимает полностью все обеды гелонга и становится полностью посвященным монахам это же ужас вообще не здорово это же зачем это надо и вот все они они генины ну это такие же как я ну это все равно что я сейчас одену вот эти красные одеяния буду сидеть но я буду ну потому что я знаю что это значит да то получается я буду самозванцем но получается все они самозванцы вот так вот что касается ты спросила про Тацан Лысой горе и вот еще есть какие-то независимые какие-то есть которые от Далай-Ламы приезжают да и они как раз занимаются просвещением насколько я знаю лекции там читают что-то объясняют хоть людям да вероятно ну в буддизме очень много как бы не то что путешествующих но если настоящие буддисты как бы они вот именно занимаются просветительской деятельностью а то что на Лысой горе это классический тибетский как бы буддистский монастырь ну по крайней мере попытка его потому что им руководит и Шладой и прочее вот тоже ну они как раз не позорились ни в чем да да он не учат ему зачем он все-таки человек посланный Далай-Ламу хотя он не имеет никакой там официальной должности да и его вообще они из-за бандинского пацана так прогнали но понятно что он начал показывать показывать на их нарушение и они его быстренько прогнали но поскольку у него уже там видимо российское кажется даже гражданство и он обосновался ну у него есть свои ученики он кстати тоже один из моих учителей я у него много получал посвящения я с ним знаком вот и он человек от Далай-Ламы ну воздерживаются от участия в политике и так далее но вот когда он жил в Индии насколько я знаю он работал в библиотеке Далай-Ламы был руководителем главной тибетской библиотеки при Далай-Ламе знаменитая библиотека это ученый человек вот вообще сам я ну я последователь другой школы буддизма какой это которая шаббат соблюдает нет шаббат это такая это это не то что суеверие это это не суеверие но прочитал в одной тибетской книге и просто мне так удобно по астрологии да это это она релевант ты можешь там соблюдать неудобно я говорю вот субботу я ничего не делаю все это это образно или это может быть понедельник или любой другой день делать такую вот себе перезагрузку да вот а так я последователь есть такое направление в буддизме называется риме риме это неопределенная школа то есть это не то чтобы ты там признался считаешься гилупа и вот ты практикуешь то что традиции гилупа или там сакьяпа да риме это значит без границ кумунистическая школа то есть я вижу буддизм целиком и для меня нету разницы какой школы учить Далай-лама там сакья-трезин или кармапа да вот я от всех буддийских ну вот этих таких вот лам Далай-ламы сакья-трезина кармапы нелован-друппа и так далее и так далее я от всех получал наставления буддийские и принимал какие-то объекты у них ну изучаю философию буддийскую ну и переводами занимаюсь как бы по возможности если время нахожу стараюсь переводами стебетского заниматься да здорово ну вообще как бы любое общество достигшее высокого экономического уровня становится менее религиозным это такой общеизвестный факт все страны которые прошли развитие где работает нормальное государство где социальные институты работают как бы роль религии очень сильно падает в религиозных институтах то есть люди если у них появляются проблемы у них они могут они знают в какие соцслужбы там или в какие там другие службы обращаться все работает функционирует и поэтому только в таких странах например как в Латинской Америке где вот общество не очень хорошо социальные не очень хорошо работают поэтому церковь очень объединяет людей и как бы несет утешение и помогает бедному она как бы очень сильна а в западных христианских странах церкови они там наоборот отдают свои здания под школы под библиотеки под любые другие нужды просто служат общественным нуждам нам если мы когда если мы достигнем или не если а когда мы достигнем когда мы наконец-то вырвемся из этого страшного кризиса когда у нас экономическая ситуация поправится то есть я думаю что у нас то же самое произойдет как бы люди перестанут как бы хвататься за последнюю соломинку и там ходить там между шаманами и там еще какими-то там киосками которые там понастроили на каждом шагу эти датсаны то есть искать там ответы мне кажется это все как-то будет но видишь если взять буддизм буддизм это не религия веры буддизм не обязывает тебя ну вот я не хочу сравнивать буддизм с другими ну так сказать вероучениями потому что я не считаю что буддизм это вероучение буддизм это объект школа познания ну так она сейчас же не такую роль не играет жена датсаны они же не являются источником познания но наши люди не ищут свой буддизм они ходят тот который есть но они имеют тот буддизм несомненно должен быть реформирован вернее отменен у нас даже Ла-Ла-Ла-Ма не может приехать в Россию он запрещен у нас у нас как бы связь даже прервана и когда у нас будет своя независимость у нас восстановится как бы хотя бы с нашим буддизмом нормальный вот эта вот связь Далай-Ла-Ма сможет приезжать вот это наверное все как-то очистится когда настоящий когда буддизм будет ну причастность к нормальному буддизму когда ты можешь постигать заметь что Далай-Лама он больше всего работает с учеными именно западными ну мировыми научными центрами институтами да они буддизм это нравственное этическое учение и это психология то что современная западная психоаналитика да психология у тебя проблемы ты идешь психолог он очень популяризировал этот майндфолнес да медитацию да да и оно применяет а это же ведь я говорю как буддистский практикующий буддист да к счастью мне не приходится обращаться к психологу почему потому что зная настоящий буддизм изучая сутры там кантры такие ну многие тексты буддийские да и применяя методы вот этого психоанализа собственного да буддийского психоанализа я применяю к своей жизни к своему сознанию и взглядом я могу преодолеть какие-то там стрессовые ситуации депрессию и так далее знаменитый Юнг знаешь один из создателей современной психологии психоанализа да психоанализа да да моя супруга она юнг-ианец психолог тоже буддист а Юнг его труды это он же переводами буддийских текстов занимался знаменитой книгой тибетской книгой мертвых да они его так красиво обозвали но на самом деле это конечно совершенно не так она называется по-другому совершенно а это ведь перевод просто тибетского этого текста Бандатвидо ну когда человек допустим умирает уходит я в детстве прочитала помню но это видимо какая-то короткая была я вообще испугалась страшненькая ну эти российские переводы да оставим их это немножко ну на самом деле она полна символов надо понимать о чем речь ведет на самом деле об процессе умирания человек умирает когда и что происходит с его умом и это описано вот в этой в этом в этом вхутерисе это нелегко но даже ранее древнем 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 буддийском да как сознание человека ведет себя в момент перехода то есть в момент смерти и юнг перевел это просто а там она вот эти все божества так называемые там которые витения происходят да на самом деле это символы процессов которые происходят в момент как бы умирания и а человек ну в чем смысл этой книги самый важный вот с точки зрения буддиста был такой человек Сарьял Римпочи на западе очень известный он написал книгу живи хорошо умри хорошо она очень была популярная в свое время на западе и он тоже очень много это не имеется ввиду что ты там живи хорошо иметь ввиду набрал там денег и такой живешь нет это иметь ввиду спокойно живи и умри и умри хорошо значит ты спокойно должен совершить переход ну посмертный да и то есть твой процесс умирания должен быть спокойным осознанным и вот это все описывается а вот то что современный психоанализ европейский то что Юнг сделал да вот это перевод этой книги на самом деле вот это работа психологии вот почему я говорю что буддизм это не религия не вероучение это инструмент познания поэтому то есть когда ты говоришь что ты как бы не верующий человек но тем не менее если ты применяешь вот эти методы то ты являешься буддистом просто всего окей ты убедил красновечивый надо в общем возрождать буддизм будем экономить на психотерапии в Бурятии но заметь что моя супруга применяет это в своей практике ну в работе то есть она европейский психолог ну юнкианец она дает рецензии на издание по юнку тут на английском в здании участвует в их конференции в Швейцарии в Японии вот медитация да вот это mindful meditation это же действительно вот как Далай Лама ввел такую моду и это научно доказано и сейчас и даже полицейские в Канаде официально то есть их там и детей в детских садах то есть это везде вот это есть такая профилактика эмоциями осознанности и так далее очень-очень классная вещь это еще умение не быть как тебе сказать почему это хорошо бы для Бурят иметь независимое мышление да то есть мышление которое нельзя манипулировать потому что когда ты контролируешь свой ум ты видишь паттерны влияния то есть ты их можешь вычленять ну допустим та же российская пропаганда да ну просто когда начинается ну я жил когда в России смотрел телевизор так воспринимаю смотрю и понимаю что тут пытаются просто буквально залезть в мой мозг вот это наши вот это то что называется НЛП программирование и так далее да а если ты буддийский ну так скажем имеешь метод знаешь методы буддийской практики то есть ты умеешь контролировать свое сознание то ты распознаешь вот это агрессивное потому что оно очень агрессивное да такое знаешь кондовое и вот эти попытки вмешаться в мое сознание через телевизор там через радио через наружную рекламу да то есть это попытка сконструировать мое мышление поскольку я знаю свое сознание я знаю как оно функционирует я вижу попытку вмешательства то пропаганда на меня не действует вот почему в таком случае я еще не думала о пользе буддизма это очень это очень ну там потому что психическое здоровье надо просто беречь я имею ввиду это телевидение там не то что там это там просто натурально у тебя давление поднимается и там такие вообще эмоции зашкаливают это уже а вот как раз вот в начале нашей беседы я тебе сказал что могу объяснить что такое гневные божества в буддизме вот когда ты видишь изображение кудийских божеств там есть мирные божества божества блаженства ну так скажем ну для тех кто поймет кала-чакра чакра-самбара хиваджа да есть гневные божества баджарапани ямантака баджаракилай да и что это вот как раз в данный момент когда ты видишь ну у тебя перехлёстывают эмоции да когда ты знаешь методику практики вот этих гнев так называемых гнев потому что на самом деле это символ это работа с эмоцией почему гневное оно такое все в огне да это просто эмоция это показывает что твоя эмоция она работает вот так ну так бурно развивается там баджаракилай ямантака и там огонь на всю вселенную да на самом деле значит ты когда медитируешь на такое божество ну так называемые это мы такие слова применяем потому что ну как бы на самом деле это идам по-тибетски или на санскрите это идам а что значит идам это значит контроль ума и когда тебя перекрестывает такая эмоция ты входишь ну ты говоришь я вот такой такой-то идам да ямантака и ты смотришь и ты начинаешь расщеплять вот эту эмоцию гнева или вот эти захватывающие тебя да и ты не поддаешься уже влиянию ты его освобождаешь или его преобразовываешь в мудрость ну то есть ты его распознал да это как раз медитации делает ты просто отбираешь себя и свои эмоции ты просто ее регистрируешь да я сейчас чувствую гнев и так далее и так далее и как облачко ее отпускает ты ее преобразовываешь да или себе на пользу своим психическому здоровью ты берешь его под контроль и поэтому когда там всякая пропаганда приходит ты можешь его проконтролировать тебя они не возьмут там Путин там Крым ну там вот эти НЛП программирование да так называемые у тебя есть линия защиты то есть ты твое сознание а твое сознание твое ну так скажем ее property твое имущество твоя территория так скажем да ты не хочешь допустить внешнего влияния инфлюенции и поэтому ты преобразовался ну ну так скажем имеешь опыт практики медитации на буддийское божество там ямантатка допустим да ты с этой ну внешним влиянием справилась его растворила обозначила поняла его источники да на что-нибудь пытается повлиять ты его растворила до свидания любая пропаганда на тебя не работает вот что значит буддийская медитация и буддийские вот эти божества это работа с эмоциями да Доржу спасибо большое у нас как раз почти выходит время очень было полезно мне наверное надо приобрести тоже это изображение какого-нибудь дневного божества буду медитировать потому что да с тех пор как началась война это как бы вообще доминирующая эмоция можно сказать я бы тебе порекомендовал так скажем ну когда вот буддийское божество да просто так ты на него тоже не стои ну потому что ты не знаешь лучше получить от квалифицированного наставника буддийского настоящего Далай-лама Кармапа ну кто там Карчен Римпаче так скажем да либо Кармапа ну вот от таких квалифицированных наставлений в эту конкретную методику потому что ну ну ты взяла картинку там сама сидишь польза будет конечно но не совсем ну я с того момента как я занялась активизмом с вами с тобой с Раджаной это как бы я просто направила вот эту свою энергию гнева по смущению несправедливостью и так далее и мне сразу конечно полегчало отпустило я всем советую кстати нашим слушателям если вы себя ощущаете вот эту злобу бессилия или там какой-то ну вот эти вот эмоции просто направьте их в нужное русло да в нужное русло и все станет хорошо да преобразовать да да спасибо 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 большое до следующей нашей встречи спасибо за разговор да спасибо Субтитры создавал DimaTorzok